МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта база отдыха в трех километрах от Заречного до сих пор работает. Большинство из этих людей даже не подозревает, что несколько дней назад здесь произошла самая настоящая перестрелка. Без поиска виноватых и разборкой в стиле 90-х. По версии свидетелей, все началось около 10 часов вечера во время пляжной дискотеки. Одной из отдыхающих не понравилась музыка, которую крутил местный диджей. Музыкальный спор закончился рукоприкладством, а затем перерос в перестрелку. Позже в полиции выяснят, женщина, которая затеяла конфликт, это жена действующего заместителя главы администрации Заречного Константина Шифа. Свидетели, отдыхающие на базе отдыха, которые находились из города Екатеринбурга, они поясняют, да, что конфликт спровоцировала именно на состояние алкогольного опьянения, поругалась там, что-то повредило аппаратуру в диджаке. Вот на этой почве произошел конфликт первоначальный. А вот что случилось потом, пока остается неясным. Версии участников и очевидцев событий кардинально расходятся. По словам депутата городской думы Заречного Михаила Ковалева, стрелять начали люди Шифа. Их городской чиновник вызвал на помощь по телефону. На разборку с оружием, утверждает депутат, приехали в основном бывшие десантники. Приехала группа лиц, порядка около 30 человек, по просьбе Шифа силовой поддержки. И просто-напросто пустила всех под молотки. На территории пляжа ворвалась на территорию базы отдыха, и там производили дальнейшие избиения. Сам Константин Шиф утверждает, под молотки пустили как раз его друзей. Замглавы действительно позвал на помощь знакомых из клуба «Десантник». Но совсем не для того, чтобы устраивать какие-то разборки. Группа поддержки должна была просто помочь уехать семье чиновника с территории базы. Нам не дали уехать так, что прокололи все колеса. Мы просто попросили людей, чтобы нас приехали и забрали. Я не могу сказать, кто начал. Выстрелов было достаточно, приличное количество. Однако, как бы ни складывались события изначально, итог один. Массовая драка и беспорядочная стрельба. Без правых и виноватых. И били, а потом и стреляли. Ну, насколько я услышал, здесь дети, женщины, ну все. И начали по ним стрелять. Ладно бы там, по взрослым, где-то там, а то вот здесь. Очевидцы утверждают, стреляли не только по отдыхавшим на базе, но и по проходящим мимо посторонним людям. Об этом говорят многочисленные следы крови на асфальтовой дорожке, ведущей вдоль базы. По кровавым отпечаткам можно проследить, как испуганные до смерти люди пытались убежать от выстрелов. Кто в кусты, кто в лес. Удавалось далеко не многим. В больницу после перестрелки обратились пять человек. Хотя, по словам очевидцев, раненых было гораздо больше. Трое остаться в больнице отказались. Двух других госпитализировали с ранениями нижних конечностей. Из пострадавших врачи достали несколько десятков вот таких дробин. На месте происшествия полицейские обнаружили гильзы травматических пистолетов и гладкоствольного охотничьего ружья. По факту перестрелки уже возбуждено уголовное дело. Для его расследования, говорят в полиции, будет создана специальная оперативная группа. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Двухколесные против четырехколесных. За выходные произошло сразу два ДТП с участием мотоциклов. Водители получили множественные травмы. Дороги Екатеринбург-Шадринск-Урган, 64-й километр. Водитель скутера при движении, при повороте налево, не пропускает движение встречного транспортного средства КИА. Тем самым допускает столкновение. В результате столкновения водители пассажир скутера доставлены в больницу с ушибами и черепно-мозговыми травмами. Водитель КИА не пострадал. В другом ДТП столкнулись сразу два мотоциклиста. Водительцы двухколесных не поделили дорогу в деревне Курманка на улице Юбилейная. Сейчас оба находятся в больнице с переломами ног. Как сообщили в ГИБДД, у обоих водителей не было прав на вождение мотоциклов. Сейчас их ждет привлечение к административной ответственности. За последние дни произошло еще две аварии. В первой столкнулись два отечественных автомобиля «Шевроле Нива» и «Лада Приора». Водители находятся в медсанчасти. Другая авария произошла на перекрестке трассы Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники ГИБДД признали виновным водителей иномарки. Автомобиль Митцебиси не уступил дорогу до автомобиля ВАЗа С1-6, в котором пострадала женщина, пассажир, ушибы головы из ИЧМТ. Доставлен в БЦРБ города Заречен. Несчастный случай с девочкой из Москвы, погибшей на качелях, не на шутку взбодоражил зареченских родителей. Напомним, голова пятилетней Лизы оказалась зажатой между движущейся частью качелей и опорой. Узнав о трагедии, жители Заречного стали обращать особое внимание на конструкцию аттракционов. Как оказалось, потенциальный качель-убийца есть и в нашем городе. Подробности в сюжете Марии Морозовой. 19 июня в одном из московских дворов от удара качелями погибла пятилетняя Лиза, дочь популярного исполнителя 90-х Романа Жукова. Девочка подставила голову между опорой и движущейся частью качелей. Врачи диагностировали открытый перелом черепа. Спустя несколько часов Лиза скончалась в реанимации. Родственники в смерти девочки винят проектировщиков игровой площадки. Кристина Сажаева, мать двоих детей. И младшему сыну всего три года. Больше всего мальчику нравится качаться на качелях. Вот только маме это увлечение совсем не по душе. Слишком опасные в их дворе аттракционы. После того, как в средствах массовой информации прогремела новость о погибшей Лизе, Кристина не на шутку перепугалась. Вот эта качель, она может быть и по ГОСТу сделана. С той стороны вполне нормальное расстояние. Но вот этот перекос, который со временем возник, вот он, пожалуйста, вот он как раз и опасен. Вот сюда, если сунуть голову даже или ногу, ну это перелом как минимум. Если эта качель когда-то была безопасной и деформировалась со временем, то вот этот деревянный аттракцион в соседнем дворе вообще был спроектирован неправильно, считают жители Простоквашино. Здесь расстояние между опорой и движущейся частью качели изначально было слишком маленьким. Мой ребенок неоднократно тоже выставлял вот сюда ноги, и меня просто обливало холодным потом, когда он это делал. Мало того, конструкция еще таким образом сделана, что если одну руку опускаешь только, можно равновесие потерять, ребенок падает. Деревянные качели вызывают опаску и у Александра Скирды, жителя Кузнецова-24. Своего внука Ярослава мужчина к ним вообще не подпускает, боится, что не уследит. Александр Ефимович – главный инженер отделения реакторных исследований, отвечает за технику безопасности на БС. Поэтому сознанием дело заявляет – сооружение технически сделано неправильно. Они травмоопасны очень, очень опасны для детей. Поэтому я своему личному внуку вообще запрещаю на них кататься. А он рвется, конечно, хочет. Ребенок и с ребенком, он что-то между качелями и опорой руку ставил, и все, и оно пополам. В ЗМУ ДС нам пояснили – старая качель-диванчик на энергетиков 10 действительно травмоопасна. В ближайшее время ее заменят на новую. Что же касается опасных качелей на Кузнецова-24, то их ждет обследование комиссии, которое определит их дальнейшую судьбу. Если качель не соответствует нормам, стандартам принятым, и может нанести какой-то вред нашим деткам, то, естественно, мы устраним данные замечания. Устранять замечания придется и за пределами Простоквашина. Потенциальные качели убийцы можно встретить и в других дворах Заречного. Жители Курчатова, 29, четвертый день страдают от брошенной во дворяки. Мало того, что автомобиль неправильно припаркован, так он еще и загораживает подход к тротуару. Достучаться до владельца у жителей не получается. Ну, четыре дня назад она приехала сюда, он пьяный приехал. Взял ее, таскал, таскал, у него все разлетелось. Ездил туда-сюда, но у него один цилиндр не работает, она трехлиццилиндровая. И все, он заехал сюда и солнце не может, а сам пьяный. Возмущенные жители рассказывают, без одного цилиндра и одного колеса сосед разъезжал по двору несколько часов. В итоге бросил машину практически на тротуаре. Перепарковать свой автомобиль за четыре дня нерадивый автолюбитель так и не подумал. Более того, в одну из ночей у Аки сработала сигнализация, которую хозяин так и не удосужился отключить. Весь дом не спал до самого утра. После этого терпение жителей кончилось, позвонили в полицию. Однако никаких мер предпринято не было. Ну, они вот приехали, посмотрели, говорит, у нас нету закона, чтобы мы ее убрали. Как он с такими колесами ездил куда-то? Ведь это где-то авария, где-то что случилось. Зачем сам вот такой безалаберный, да еще подставлять кого-то будет. Награда нашла героя спустя три года после присвоения. Инспектору ДПС Заречного Михаилу Колышкину накануне вручили медаль за отвагу и самоотверженность, которую полицейский проявил во время грузинской войны в 2008 году. О достойном сотруднике и смелом солдате в нашем сюжете. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить Колышкина Михаила Александровича медалью за боевые отличия. Свою заслуженную награду сержант полиции Михаил Колышкин ждал почти три года. Приказ о присвоении медали был подписан министром обороны еще 15 июля 2009-го, спустя почти год после вооруженных столкновений в Южной Осетии. Была война в 2008 году, все прекрасно помнят. Михаил Александрович поучаствовал там и, соответственно, был награжден. Довольно-таки достойная медаль, я считаю. Это не какая-то там, знаете, юбилейная или какая-то там, может быть, чисто символическая. Нет, это награда за конкретное дело. Сам герой о конкретном деле предпочел не рассказывать. Ограничился словами о том, что в 2008-м проходил срочную службу в артиллерийских войсках, а в августе уже на второй день после начала боевых действий отправился в Южную Осетию. Там, в чужой стране, но вместе со своими солдатами, служил на самоходном орудии 2С3 под кодовым названием «Акация». Основными задачами отряда было уничтожение вражеской бронетанковой техники, позиций артиллерии и минометов, а также скопление живой силы противника. За проявленную отвагу при выполнении этих боевых задач, тогда еще рядовой вооруженных сил России и получил высокую награду. Конечно, рад, что помнят о нас. Как-то награждают. Как там, за что скажешь? За службу на Страже мира в Южной Осетии. Так скажем. Сегодня задачи Михаила не столь опасны, но не менее необходимы. Вот уже почти три года сержант полиции стоит на страже зареченских дорог. Инспектора ДПС руководители называют не иначе, как достойным сотрудником правоохранительных органов. На него равняются коллеги, начальство ставит сержанта в пример. Гордость, конечно, за таких людей, что среди нас служат такие достойные люди. То есть люди, которые проявили себя во время службы в армии, в горячих точках. Есть у нас такие сотрудники, которые тоже участвовали в боевых действиях, значит. Выполняли специальные операции, значит. И по большому счету, это на самом деле, для таких людей надо равняться, стремиться к тому, чтобы у нас таких людей становилось все больше и больше. Сам Михаил к столь лестным словам относится скептически. Говорит, служба, она везде служба. И достойным нужно быть всегда. Как на полях сражений, под градом пуль, так и на дорогах, где жизни угрожают недобросовестные водители. С ними вздыхает полицейский, бороться куда сложнее. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Игрушечная проверка. Торговля детскими товарами на бульваре Олещенкова вызвала подозрение у зареченца Руслана Сержеддинова. Городской репортер решил удостовериться в законности предпринимательства и потребовал у продавца сертификат. Мне не надо фотографировать. Я вас не фотографирую. Скажите, а вы здесь работаете? Нет, просто так сидите. Просто так сидите? А сколько стоит батутом попользоваться? Пять минут. А игрушки продаются? Нет, мы продаются. А есть прайс? Будьте добры, покажите. Перебранка между покупателем и продавцом длилась около получаса. Мужчина, требовав разрешения на торговлю, продавец по каким-то причинам его не показывала. По словам хозяйки, девушка просто испугалась такой агрессии и не знала, как себя вести. К тому же ее задело, что мужчина нецензурно выражался в ее адрес. В администрации города нам сообщили, торговля вполне законна, разрешение у предпринимателя имеется. Сегодня соответствующие документы нам предоставила хозяйка аттракциона Елена Аверкиева. Если бы он абсолютно нормально подошел, я думаю, что никаких не было бы проблем, сразу предъявили бы все документы, которые нужны. У нас на все имеются сертификаты, свидетельства, полная папка документов. Больше не студенты. Белаярский многопрофильный техникум выпустил более сотни молодых специалистов. Торжественное вручение дипломов прошло в субботу во Дворце культуры «Ровесник». В этом году Белаярский многопрофильный техникум закончили 135 выпускников. Для получения дипломов на сцену вышли молодые специалисты семьи и профессий. Продавец, коммерсант в торговле, повар, кондитер, монтажник технологического оборудования, мастер общестроительных работ и автомеханик. Впервые из стен техникума выпустилась группа по специальности коммерция. Ее выпускники получили среднее профессиональное образование после повышения статуса учреждения. Стоит отметить, что круглых отличников в этом году стало больше. С красными дипломами техникум закончили 10 человек. Еще одна цифра, которой стоит гордиться. 38 молодых специалистов получили повышенные разряды. Теперь дипломированных специалистов ждут на местах практик. Накануне в Заречном стартовал традиционный турнир по пляжному волейболу. Организаторы соревнований весь вечер регистрировали участников и проводили тренировки на игровой площадке. В числе участников не только зареченцы, но и спортсмены из Азбеста, Екатеринбурга и Богдановича. Только за один вечер заявки на участие подали 40 команд. И это еще не предел, говорят организаторы. Первыми в схватке сегодня сошлись мужчины. Их разделили на профессионалов и любителей. Такое же распределение и в категории женщины. Вот только для них турнир стартует 9 июля. Кого уж точно на игровой площадке не хватает, так это ветеранов, говорят организаторы. В эту категорию пока что заявилась лишь одна команда. Напомним, турнир по пляжному волейболу проводится в Заречном в седьмой раз. Его главная цель – привлечь простых любителей волейбола. Мы просто с друзьями гуляли по городу и рассуждали на тему, почему у нас в городе вообще не проводятся турниры. Для любителей волейбола, для тех, кто постоянно занимается, тренируется, турниры всегда проводятся. А для, так скажем, чайников турниров у нас не бывает. И своими силами решили организовать турнир. Будь влюбленным в цветы и землю. Увлечение растениями жительницы Мизенского Валентины Пушкаревой перерастает в настоящее садовое искусство. Из года в год женщина превращает свой сад в оранжерею, где разнообразны не только виды цветов, но и их формы. Цветы любила из детства. Еще в школе, когда училась, занималась все время огородом, цветами. Как-то привитая эта тяга к земле, видимо, от родителей. Потому что все равно я всегда жила в сельской местности. В прошлом году на этом месте была Альпийская горка. Сейчас здесь аккуратными грядками высажены розы, сальвии и лобелии. Всего 1100-летних саженцев более чем 30 наименований цветов. Одна только поливка всей этой растительности занимает около 6 часов. Еще больше времени Валентина Николаевна тратит на уход за цветами. Садовница вот уже несколько лет ведет дневник своего сада. Записывает, что посадила, сколько и как ухаживала. Говорит, каждое растение требует индивидуального подхода и заботы. Помимо цветов в оранжерее растут овощи, ягоды и фрукты. Причем порядка в этом растительном мире, признается женщина, порой больше, чем в ее собственном доме. Далее смотрите прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас на канале Заречной ТВ. До встречи.